Правовая неграмотность в отношении использования земельных участков и осознанное несоблюдение земельного законодательства – дело для рассказывцев обычное. Наиболее частые нарушения – это самовольное занятие земли и отсутствие необходимых документов. В таком случае землевладельцам грозят серьёзные штрафные санкции. Не существует земли ненужной и бесхозной. Любое использование земельных участков должно быть согласовано и оформлено. Но зачастую граждане не оформляют права и не получают разрешения. Самовольно устанавливая торговые палатки, киоски, гаражи. В прошлом году в силу вступил федеральный закон, повышающий штрафы за нарушение земельного законодательства в десятки раз. Размер штрафа за нарушение земельного законодательства стал пропорционально кадастровой стоимости и площади земельного участка. Как раньше гражданин мог заплатить 500 до 1000 рублей, то в настоящее время размер штрафа составляет от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 5000 рублей. Минимальный размер штрафа, возложенный на должностных, составляет 20 тысяч рублей. По отношению к юридическим индивидуальным предпринимателям, закон ужесточился. Так, минимальный штраф за незаконно использование земельного участка составляет минимум 100 тысяч рублей. В случае, если земельный участок оформлен, но используется не по назначению, например, рядом с домом построенный шиномонтаж или мойка и осуществляется предпринимательская деятельность, собственнику земли тоже придется заплатить. Использование земельного участка не по назначению обойдется нарушителю в сумму, составляющую от половины до 1% его кадастровой стоимости, при этом не менее 10 тысяч рублей. Юридическое лицо будет наказано минимум на 100 тысяч рублей. Если оформленный участок не используется, находится в заброшенном или замусоренном состоянии, штрафные санкции также предусмотрены. Неиспользование земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, иное строительство, садоводство, огородничество по его назначению, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. На юридическое лицо от 3 до 5% от кадастровой стоимости, но не менее 400 тысяч рублей. Чтобы не платить государству такие большие суммы, необходимо оформить свои права, обратившись в администрацию, а также соблюдать обязанности по использованию земельного участка. До 2018 года свои права над землю можно оформить в упрощенном порядке, воспользовавшись так называемой дачной амнистией. Дарья Белозерова, Никита Желтов, Новости, ТВ Рассказыва.